В День Семьи, Любви и Верности в историко-кроеведческом музее усадьба Фрянова провели своего рода прием, на который пригласили людей, чей жизненный путь можно назвать выдающимся. Они через многие-многие годы пронесли верность данному слову, прозвучавшему в далекой молодости, во время свадебного опряда. Чита Добржанских вместе уже 55 лет. Валентина Ивановна настоящая офицерская жена. Всегда была рядом с мужем и одновременно очень много трудилась. Она заслуженный учитель Российской Федерации. 54 года преподавала в школе. И сейчас у себя в Монине она активистка, поет в ветеранском хоре Лира. Вячеслав Александрович полковник в отставке. Много лет преподавал в Академии имени Гагарина. А сейчас стал еще известен тем, что будучи мастером спорта по тяжелой атлетике, в своем весьма солидном возрасте продолжает занимать по жиму штанги первые места не только на областных и всероссийских, но и на мировых и европейских первенствах. Но что самое главное, они по-настоящему счастливые люди. Когда я готовилась выходить замуж за своего мужа, за своего возлюбленного, я не считала, что он должен быть каким-то особенным внешним. Мне хотелось, чтобы он был простым в общении, заботливым, ласковым, нежным. Уделяя внимание мне и нашим вообще всем проблемам. Так у нас в жизни получилось. Все делили пополам. Правильно, я присоединяюсь к этому тоже самое. Что главное, это должно быть взаимопонимание и терпение. А супруги Амелины из Щелкова отмечают 50-летие со дня своей свадьбы. У них тоже очень богатая на события жизнь. Владимир Михайлович служил на Тихоокеанском флоте, затем в частях главного разведывательного управления, участник боевых действий во Вьетнаме. Лилия Ивановна работала в библиотеке, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя директора. Секрет такой долголетней супружеской жизни заключается в том, чтобы вовремя понять, простить, быть милосердным, подставить плечо, когда тяжело. Ну, в общем-то, быть опорой и, несмотря ни на что, рука об руку идти по жизни. Основная задача, с моей точки зрения, это взаимопонимание в семье, умение понять и простить. Супругом Амелиным в связи с 50-летием со дня их свадьбы в этот день начальник Щелковского управления ЗАГС Галина Авдеева вручила медаль за любовь и верность. Для всех приглашенных у строителей праздника провели мастер-класс по изготовлению варенья, а также экскурсию по усадьбе Фрядова. Интересно то, что гостям показывали предметы старины, среди которых были по нынешним временам, казалось бы, не такие уж дорогие вещи. Например, швейная машинка «Зингер». Но оказывается, в давние-давние годы девушки, когда выходили замуж, мечтали именно швейную машинку получить в приданное. Россия, она сильна была именно в те годы, когда она была такой, знаете, патриархальной, семейной. Поэтому то, что сейчас возрождаются, пропагандируются и, наверное, поднимаются на очень высокий уровень даже президентом Российской Федерации, именно семья, семейные отношения, семейные узы, это очень здорово. Семьи должны быть крепкими, семья должны жить в любви, согласии и, конечно же, рожать детей, думать о будущем не только своей семьи, но и о будущем своего государства, в котором они живут. Андрей Цеханович, Валерий Жигли, Щелковское телевидение.